Приветствую вас и оговоримся сразу, что в любых отношениях требуется как приспосабливаться, принимать человека, так и какие-то моменты корректировать, какие-то моменты обсуждать, какие-то моменты вместе улучшать. Но, как правило, это происходит не потому, что вы хотите человека поменять, а потому, что так вы счастливее. То есть, здесь вот как раз ответ на ваш вопрос, на счет второй половинки. Вторая половинка, тот самый человек, это тот, который ставит ваши интересы превыше своих, а вы ставите его интересы превыше своих также. И, хотя вы не идеальны оба, у каждого есть недостатки, вы принимаете их, потому что этот человек ставит ваши интересы превыше своих. Он хочет что-то делать для вас, делает это безусловно, и ничего не требует за сами. Вы, со своей стороны, также делаете то же самое, и в результате образуется такой вот идеальный гармоничный эмоциональный тандем. Тандем, в котором, да, люди понимают, что они несовершенны, но ради другого человека они стремятся стать идеальными. И именно в этом кроется основное волшебство любви, когда ради любимого человека другой хочет быть лучше и становится третьим самым лучшим человеком. Важный момент, важный момент, о котором я начал говорить. Дело в том, что принимать, если что-то принимать, человек стоит обязательно. А вот что-то менять нужно только тогда, когда это, ну, как бы, прямо относится к вашему шерсти. То есть нужно донести до вашего любимого человека, что его изменения, которые вы хотели бы видеть в нем, принесут вам непосредственное счастье, принесут вам непосредственные положительные эмоции. И если человек хочет делать вас счастливым, я прошу прощения, не знаю, кто вы, мужчина или женщина, по вопросу непонятно, но, предположим, просто хочет делать вас счастливым человеком, то он для вас это сделает. При условии, что это не идет разрез с его основополагающими принципами, это не идет разрез с его идеалами, с его стремлениями, с его, так сказать, основой личности. Не идет разрез с его моральными ценностями. Если человек верующий, то с его верой. То есть вы можете просить человека что-то менять в себе тогда, когда это напрямую влияет на ваше счастье и не противоречит самому человеку, который должен это сделать, по вашему мнению. Вот тогда стоит просить что-то менять. В принципе, на ваши вопросы, думаю, я ответил, получил, честно говоря, коротко, но, понимаете, поскольку для каждого человека существует свой идеал, то для того, чтобы ответить вам на ваш вопрос, нужно понять, ах, какой идеал у вас, мужчина. Вот бывает, например, так, что вроде бы и типаж подходит, и по характеру вам тоже человек подходит, да, и вообще внешне точно нравится, но если этот человек не ставит ваши интересы и превыше своих, если этот человек делает все условно, то есть ставит условия, то отношения с ним настоящие, истинные, крепкие, не построят. Я думаю, что это суть, это основное, это самое важное. Все остальное это всего лишь в частности. Почему? Потому что и чувства, и страсть могут пройти. Искра, которая, вот, возникает между людьми, тоже может пройти, может исчезнуть. Человек может делать для вас все, потому что вы ему что-то можете дать, по его мнению, опять-таки. А вот если вы видите, что человек просто ради вас готов сделать все, что может, и при этом вы ему ничего не обещаете, ничего ему не дается, вот это, скорее всего, ваш человек. Ваш человек – это тот, на которого можно положиться всегда и везде, во всех ситуациях. А это тот, кто, безусловно, для вас будет делать всегда все, что в его силах. Это тот, кто ничего никогда от вас не потребует за меня. Вот это и есть ваш человек. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.